Содержи себя сама, как говорится. Я говорю, давай, пока. Тогда я и без тебя могу жить. Он сказал мне, что я меркантильная. Я сказала, да, наверное, это так и есть. Но я привыкла. У меня муж... Да, был. После развода, да. Я ему такой хороший... Как это сказать? Мотивацию такую хорошую ему задала. Сейчас вообще классно все у него. Я очень рада. Ну и в принципе со мной мужчины всегда зарабатывают. Муж мой. Бывший. Спасибо большое. Да, наверное, внутренняя у меня тоже присутствует. Характерами не сошлись. Я сложный, а он сложный. Он водолей по гороскопу. Я скорпион. И это прям было очень сложно. Мы семь лет пожили. И все. Дальше не было смысла находиться вместе. Потому что дети были... Я поначалу думала, ну, может, что-то. Я один раз от него уходила. Потом возвращалась. Ну, еще два года мы прожили. Ну, зачем? Сейчас не тот мир, чтобы ради детей жить. Дети должны в любви расти. Конечно, будет, Катя. Я вообще злюсь по всякой. Он? Ну, конечно, у меня был идеальный муж бывший. Просто идеальный. Очень добрый. Он вообще... Ну, он все для меня делал. Он делал все для детей. Но, типа... Ну, много было, наверное... Больше минусов было в наших отношениях, чем плюсов. Но при этом он был идеальный человек. Ну, я ничего плохого про него не могу сказать. На самом-то деле. Да, есть все нюансы. Но я тоже не подарочек. Скажем так. Привет. Привет, Миран. Ну, поэтому у меня есть опыт, ну, мужа бывшего. Что он старался для меня. Он ничего для меня не жалел. Поэтому какой-то мальчик, который давай встречаться. Но при этом я ничего нет. Я... Почему я одна, калашник? Не понимаю. Но нас такого нету. У нас никто не ограничивает общение с детьми. Мы развелись. Детей. Дети по неделе могут быть у него. Они очень любят папу. И... Причем здесь наши отношения. Да, отношения. Он такой же папа, как и я. Мама. У нас в этом... Я вообще не понимаю женщин, которые ограничивают общение с детьми. Они делают хуже только детям. Особенно если девочки. А девочки свою красоту... Нет, ни в коем случае. Привет-привет. Девочкам особенно нужен папа, потому что девочки воспринимают свою красоту, свою значимость только через отца. То есть если дочка, девочка не видела папу... Да я не хочу замуж, как бы. Ну, у меня нету такой цели выйти замуж. Зачем? Замуж нужно выходить там по любви. Есть очень большая любовь. Здравствуйте. Просто выйти замуж ради того, чтобы выйти замуж я не хочу. Я буду сама обеспечить себя, своих детей. У детей есть папа. Зачем туда торопиться? Я второй раз замуж буду выходить только с венчанием. Do you speak English? Very bad English. Привет-привет. В смысле третья? Я один раз замужем была. Ребята, в общем-то, спасибо вам за вашу активность. Юзер. Очень плохо я знаю английский. А почему ты проходишь мимо таких, как я? Расскажи-ка мне поподробнее, Макс. Спасибо большое, Эмлила. Ты будь счастлива. Я... Наверное, больше красивой. Больше даже... Даже некрасивой, я не знаю. Во мне просто что-то есть, я так считаю. Прямо какой-то суперзвездой я себя не считаю. Но считаю, что чем-то я людей беру все-таки за душу. Are you from Belarus? Или как там? From Belarus. Короче, как-то так. Нет, я из Беларуси. Альфредо, спасибо за розочки. Блин, две опять. Почему мне все дарят? Мне что, все смерти? Желают. Hello. Hello. Макс, ты не ответил на вопрос, почему ты проходишь мимо таких девушек, как я? Что со мной не так? День нормально проходит. С Новым годом. С новым счастьем, Катюша. Какое собеседование пройти, Алла? Не поняла. У нас на районе не звонят, а звонят. Виктор, спасибо за мороженку. Что бы ты сделал, если бы никто никогда не увидел и не узнал? О чем? О чем не понимаю? А, если бы, типа, никто не узнал? Что я делаю? Что?